Зачем, Фукс, ты записываешь такие странные уровни? Вот эта милота разрушила мне компьютер, раз это экстрим-демон, его кто-то прошел. Как? Дамы и господа, сегодня я наткнулся на очень подозрительный, очень мистический комментарий с уровнем в Geometry Dash, который, возможно, окажется крайне психоделическим или даже запрещенным. Но до него мы доберемся немножечко позже, особенно если ты влепишь лайк под этим видео. Начнем мы с чего-то, знаете, более бодрящего. Знаете, мне нужно сейчас взбодриться, я это сделаю с помощью вот этого комментария. Здесь у нас два уровня, и мне советуют смотреть их на ютубе, потому что играть в них будет нереально. Это значит, эти уровни будут бодрящими, но по какой-то причине грустными. У них должна быть грустная предыстория, и я не знаю, смогу ли я ее узнать. Давайте-ка посмотрим, посмотреть на уровень под названием Kill Bot. Это у нас Extreme Demon, да, это нас взбодрит. Так, визуал мне уже, кстати говоря, нравится. Мне кажется, этот уровень будет интересным, но он очень старый, ему больше пяти лет этому уровню, представляете? Так что ждать от него каких-то супер-мега-свершений не стоит, но... Вау. Ну, у этого уровня даже есть сюжет. Якобы какой-то вирус захватил, видимо, уровень игру, и выскакивают различные ошибки. Из-за чего нужно расплакаться. А какая предыстория у этих уровней, я чуть не совсем понял. Я думал, что в самом уровне предыстория раскроется, но вряд ли с такой тряской психоделической мы сможем что-то понять. В плане сюжета. Возможно, вирус удалил что-то у автора этого уровня. Возможно, автор этого уровня разрабатывал какой-то супер-мега-левел прекрасный, а вирус Kill Bot удалил этот уровень. И он настолько разозлился, что решил сделать уровень, посвященный Kill Bot. Я, кстати говоря, слышал об этом вирусе. Блин, ну, мне нравится. Здесь и вот эти вот интерфейсные штуки интересные, и уровень сам достаточно сложный. Что там в конце? Там реакция человека, который его прошел? Он смог. Семь попыток! Что? Да как ты это сделал вообще? Там три нолика отсутствуют. Вот как минимум три нолика отсутствуют. Вы видели, насколько сложно проходится этот уровень? Я в это не верю. Божечки ты мой. Ладно, это был интересный уровень. Давайте мы посмотрим на второй уровень под названием Requiem. Возможно, тогда у нас какой-то сюжет сложится. Отмечу, что название Requiem довольно необычное для уровня в геометрии. Интересно, почему это сиквел Kill Bot? Возможно, это второй вирус. Опять надписи какие-то... О, боже мой, а почему они такие всратые? Я не могу ничего прочитать, они слишком огромные. У меня монитор вот такой вот. Боже. Блин, мне интересно вот ставить на паузу и смотреть на это, но я тогда ритм потеряю. А здесь мне музыка больше нравится. Блин, ну здесь нужно ставить на паузу, читать все эти надписи, переводить. Вот там, кто ты была надпись или что ты, почему ты. Блин, такой психодел на самом деле происходит. Если кто знает полноценный сюжет этих уровней, напишите, пожалуйста, в комменты. Я, в принципе, могу что-то понять, но я не хочу выдвигать теории из-за того, что я все надписи не прочел. Мне не совсем понятно, почему этот уровень называется Requiem. Это ведь явно связано с сюжетом. И, боже, какой психодел. Что-то мне этот уровень меньше понравился. Просто 25 кадром выскакивают эти надписи. Обещай это. Да, там есть какой-то сюжет в этих надписях, 100%. И 100% его можно разобрать. Боже, ну что за... Ааа, сколько вспышек в секунду. Вот, блин, приношу свои огромные извинения перед людьми, которые не любят вспышки. Но, в принципе, люди, которые не любят вспышки, никогда в жизни бы не открыли геометрию, потому что геометрия это одна большая вспышка. И мы с вот такой вспышкой переходим к следующему комментарию от Play Games. Если я хочу необычные уровни, вот мне 5 уровней, которые сделаны из минимального количества объектов. Есть уровень из 23 объектов, и это экстремальный демон. 23 объекта, то есть там 23 блока, и это экстремальный демон. Как? И, дамы и господа, это очередной психодел, на который я не могу смотреть, ну, что за мелькания такие ужасные. О, чувак еще и сливается, и думаю, это полное прохождение. И сложность этого уровня не в том, что он мега супер динамичный, как другие. Смотреть я на него, если честно, не хочу. Да. Большое тебе спасибо. Этот уровень необычный, в нем реально 23 объекта. Но смотреть на него очень больно, поэтому я сразу перейду к следующему комментарию. И именно этот комментарий я припас для вас. Это комментарий от барона вон Франции. Он мне посоветовал очень необычные уровни. Вот первым уровнем он посоветовал уровень под названием Вайоминский инцидент. Это, знаете, такая очень конспирологическая штуковина. Я о ней неоднократно говорил. Я думаю, вы сами видели видосы на ютубе о ней. И для многих эта штука является чем-то запрещенным, необычным, мистическим. Давайте мы посмотрим, реально ли существует такой уровень в геометрии. Ну что ж, здесь целая куча уровней с таким названием. У некоторых совершенно нет скачиваний. Давайте сыграем самый популярный уровень. Жалко, что ты автора не приложил. Что ж, открываем и смотрим, что из себя представляет этот уровень. Он перевел этот уровень из видоса в геометрию. А как он это сделал? Так. Это меня напрягает. Что ж, попробуем пережить этот уровень. Почему ты ненавидишь? Да, это кажется тот самый видос. Я, правда, его смотрел последний раз тысячу лет назад и не помню его совершенно. Боже, ну и крепота. А почему это не автоуровень? Ты заболеешь. Нам просто нужно починить что-то. Опять же, слишком большие надписи. Я бы их раз в 10 меньше сделал. У меня на экране это просто мешанина из пикселей, а не буквы. А что скрывается в твоем разуме? Зачем, Фокс? Ты записываешь в такие странные уровни. С такими странными картинками. В такой странной геометрии. Матерь божья. Ты это все уже видел? Откуда вы знаете, что я это уже видел? Что происходит в этом уровне? О, боже мой. Ты можешь потерять все. Понимаете, вот прям все я могу потерять, если я досмотрю этот уровень до конца. Так, вот здесь у меня мешанина. Я не смог это перевести. Это все. Ты не сможешь прятаться вечно. Оно найдет тебя. И оно тоже. И вот оно. Боже мой. Какой кошмар. А почему уровень такой долгий? Тут уже музыки нет. Просто черный экран. Ой, сейчас будет скример, да? Нет, это конец. Этот уровень реально меня испугал. Не сказать, что до мурашек, но я нормально так напрягся. Также этот чувак прислал еще три уровня, и я думаю, они будут такими же необычными. Если хотите, чтобы я на них посмотрел, лепите лайкосики, оставляйте название этих уровней в комменты, ну а мы перейдем к следующему комментарию, потому что вы оставляете очень много комментариев, и я хочу посмотреть как можно больше различных уровней от различных комментаторов. Следующий комментарий прислал мне Сэнди Гор, и он советует мне посмотреть Дарк Одисси. Он прекрасен. И дай угадаю, это демон, да? Ну это демон. Вот если я угадаю, ты возьмешь и что сделаешь? Да ничего не надо делать. Ты и так прекрасен. Да! Ха! Боже, это не просто демон, это экстремальный демон. Ууу! XL, ну ладно, раз уж я уже в геометрии, давайте я хотя бы его запущу. Посмотрю чисто первые полтора процента, расплачусь, словлю инфаркт, нервный срыв, у меня сердце остановится, и мы пойдем на ютуб. Боже ты мой, вот где был запрещенный, мать его, уровень. Вот поймал ловушку там, где не ждали. У меня при запуске этого уровня крашится весь, мать его, компьютер. Я не знаю, это ошибка уровня, геометрии, или мой Intel Core i12 не тянет. Но факт остается фактом, если я пытаюсь запустить этот уровень, он мне крашит весь компьютер, и мне приходится все перезаписывать, все перезагружать. Это плохо, это печально, но я нашел этот уровень на ютубе. Давайте хотя бы здесь посмотрим, что именно крашит мне компьютер. В принципе, этот уровень идет больше 6 минут, и он такой милый. Вот эта милота разрушила мне компьютер, серьезно? Ну как, а почему темная DC? Темная DC для меня сейчас настала, когда у меня все вылетело, и я реально инфаркт словил. Я прям предугадал. Ну ладно, давайте расслабимся, посмотрим на милейший уровень. Смотрите, какой он прекрасный, спокойный, ничего плохого здесь не происходит. Ну кроме того, что он меня чуть комп не взорвал. Ну это так, мелочи жизни. Главное, что он очень милый. Ничего не предвещает беды, не так ли? Не так ли? Так, это странно. Ого, здесь есть босс-файты. Но уровень все еще выглядит не шибко крипово. Ну, кстати говоря, пока на экстрим демон он не очень тянет. Ну, знаете, хард, инсейн может быть, но не экстрим демон. Блин, он клевый, мне уже нравится. Знаете, мне эта штука напомнила стену плоти из террария. Ооо, еще музыка такая классная, ностальгическая, как в очень древних играх. Ну, такой вайб я чувствую. Ладно, все. Демон уже, знаете, сложность-то подрастает. Уже демон пока не экстрим. Пока такой, знаете, изи-медиум. Но рано или поздно дойдет до экстрима, не так ли? Ну, хотя это 6 минут безумия. Это вполне себе тянет на экстрим. Музыка неплохая, визуал фантастический. Здесь очень разнообразный визуал, много различных отсылочек, как я вижу там на фоне. Клево. Единственное, что мне не нравится, это сложность, очевидно, и то, что он у меня почему-то не запускается. Вау. Какое залипалово. Мне нравится. За этот уровень лайкосик. Мне, кстати говоря, многие его рекомендовали. Мне говорили, что в оригинальной геометрии нельзя замедлить персонажа. А как он его замедлил, а? Как он это сделал? Или он уровень замедлил? Ого. Так, вот это уже выглядит страшно. Еще сейчас очередной босс будет. Опять отдает вайбам террарии, чувствуете? Очень похоже на музыку из террарии. Мне прям захотелось ее скачать, поиграть. Это клево, мне нравится. Это напоминает ад в террарии. А я, если кто не знал, большой фанат. А, все. Террария окончилась. Началась костыльвания какая-то. По крайней мере, здесь уже такой вайб. Вампирский. Он попал в дом вампира. Там везде зеркала, в которых он не может отражаться. А это окна. Ну ладно. Это половина только! Охренеть! Насколько же разнообразный этот уровень. Я думаю, это коллаба, которую вот опять делали 100 миллионов человек. По крайней мере, мне так кажется. Ну или команда очередная. Я знаю, что уровни в геометрии большие делают командами профессиональными. Я правда не понимаю, как и почему, каким образом они это монетизируют. Я видел на всяких патреонах, они выкладываются. Но реально люди донатят на то, чтобы люди другие делали уровни. Серьезно? Вау! После крипоты у нас начался психодел адский. Здесь только поняшек не хватает. Ооо, блин, реально клевый уровень. Реально целая Одиссея. Но я бы не назвал это темный Одиссей. Я бы назвал это разнообразный Одиссей. Клевый уровень. Мне кажется, он у меня не запускается из-за количества предметов. Или просто нужно было подождать. Хотя геометрия вылетает быстрее, чем он пытается загрузиться. Вау! Спецэффекты здесь еще очень клевые. Вот что я заметил. Обычно в уровнях не так запариваются над качеством и разнообразием спецэффектов. А здесь они очень разнообразные и очень качественные. Ооо, отсылочки на Марио подошли. Мне кажется, здесь много отсылок на разные игры. Просто я не выкупил прям все. Вот это тоже мне очень напоминает какую-то игру. Но я не знаю, что это за игра. Не могу вспомнить. Ооо, вот это тоже мне что-то напоминает, если честно. Возможно, даже не игру, а аниме какой-то. А это просто психодел. Вряд ли это отсылка на что-то. Тут просто разработчикам было очень весело. О, а вот и экстрим демон приехал. Сколько же там разнообразных фонов, мать моя. Вы что, с ума сошли? Зачем так много? О, он вернулся в самое начало, только там теперь дождик. Здесь, кстати говоря, можно было даже сюжет какой-то простроить, возможно. Но здесь прям такой калейдоскоп уровней. Вряд ли здесь есть какой-то прям цельный сюжет. Это просто, знаете, ностальгия. Но клевое. Мне нравится. Иммузон здесь очень разнообразный. Прям как будто они писали иммузон под уровень. Хотя обычно пишут уровень под музыку. Пишут. Создают. Делают. Это будет конец, да? Какой-то бесконечный уровень, реально. Офигеть. И да, местами он прям был очень сложный. Еще такое затемнение жесткое началось. Я даже не вижу уже толком ничего. Ну ладно. Я на самом деле думал, что это будет какой-то криповый уровень. Потому что у него название Темная Одиссея. Я думал, там будут босс-файты. Ну, в принципе, ад здесь был. Правда, почему-то ад из Терарии. Но да ладно. Два ключа нужно было собрать. ГГ. Ну что ж, это было клево. Мне понравилось. Большое тебе спасибо за комментарий. Давайте мы одним глазком взглянем на следующий комментарий. И посмотрим, будет ли там демон. Хеке прислал нам уровень под названием Бип-бип Айм Шип. Бип-бип Явца. Фантастическое название для уровня. Он еще является очень психоделическим. Надеюсь, это не демон. Надежда, конечно же, умерла последней в адских муках. Потому что это десятизвездочный демон. Ладно. Тут песня прям так и называется. Бип-бип Айм Шип. Что происходит? Ой, нет, стоп. Я знаю этих авторов. Они мне пару раз кидали апэ. Надеюсь, что я смогу вам включить эту песню. Но я думаю, она будет мемной. Так. What the fuck? Вы бы знали, насколько здесь громко музыка долбит. Окей. А у меня уровень замедленный. Это так и должно быть? Или нет? Или у меня опять геометрия сломалась? Мне кажется, ее нужно переустанавливать после прошлого уровня. У меня уровень как будто в замедленной съемке. Но для меня это скорее плюс, нежели минус. What the fuck? Что здесь вообще происходит? Я смогу начало пройти, интересно? А то я как-то, если честно, сомневаюсь. Я уже готов включать режим практики. Потому что это демон. Так. Ладно. Включу я режим практики. Интересно будет пройти это в режиме практики. Что здесь вообще происходит? Почему этот уровень такой цветастый? Я думал, он будет психоделическо-радужным. Куда я улетел? Ладно. Спокойно прошел этот этап. Самое главное пройти вот этот этап самолетиком. Я обычно их очень спокойно прохожу. Но здесь как будто все странно работает. Мне как будто бы реально надо теперь переустановить геометрию. Так. Нужно нажать кнопку. И нет, я не смогу пройти этот уровень. У меня, походу, после прошлого геометрия сломалась. Либо этот уровень реально так странно играется, в чем я сильно сомневаюсь. Ой, там, наверное, музыка должна долбить, а я ее не слышу, к сожалению. Так. О! Там есть реально овечка и босс. Да что здесь происходит? Причем босяра из Марио. Так. А как это пройти? Что с экраном происходит? Аааа, я там должен вот сюда нажать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже, реально психодел адский, и в это больно играть. Особенно в режиме практики. Так. Еще пару раз нажимаю. И еще вот здесь. Ой-ой-ой. Ну я, кстати, далеко прошел. Это какой процент? Это 26%. Неплохо для меня, я считаю. Еще бы я смог чуть подальше пройти. Я просто вообще не понимаю, что происходит на экране. Главное вот этот вот этап преодолеть. Дальше будет попроще, наверное. Я не знаю, мне больно играть в это. Реально я ничего не понимаю. Так. Да боже! Что происходит? Все слишком быстро мелькает? Матерь божья! Нет, нет, нет. Слишком все цветасто у меня сейчас из глаз радуга пойдет. Давайте-ка мы перейдем к следующему комментарию. Реально полный бип-бип шип. Я сейчас полистал все остальные комментарии. И вот смотрите. Комментарии от блок-мастера. Вот там есть три уровня. Я выбрал случайный под названием Demonic Realms. И мне можно в принципе удалять геометрию и идти на YouTube. Все! Можно в нее не заходить. Сейчас в каждом втором комментарии происходит безумие. Мне присылают демонов. Вот автоуровень. Вот дай бог он у меня сработает нормально. Потому что у меня автоуровни работают через жопу. Поехали! Посмотрим, как это добро должно проходиться. Так. Ну, кстати говоря, пока это не выглядит прям как безумие. Но я бы уже здесь слился 800 раз. Пока выглядит клево. И музыка нормальная такая. И здесь получается будет какой-то босс-файт. Я правильно понял? Прикольно. Здесь очень прикольные как раз-таки спецэффекты. И вот он босс. What? Ого! Мне эта штука напоминает про игру Овечный культ. Вау! Этот уровень клевый. Он визуально приятный. И музыка неплохая. И сюжет здесь тоже присутствует. И он не омерзительный. То есть есть уровни такие. И они сделаны прям, знаете, омерзительно. И он короткий. Он даже мне не успел надоест. И он не сломался во время автоуровня. Ну что за рай сегодня происходит? Фантастика. Мистер Катфиш нам присылал еще один комментарий. Он просто вот хрен знает какой день присылает мне этот уровень. И вот как вы думаете? Ха-ха-ха. Какой это уровень? Ну конечно же динамически. А почему здесь их несколько? Ага. Ну и здесь есть автоуровень. Вроде у него даже лайки есть. Сразу пойдем на автоуровень. Мне интересно, насколько этот уровень будет безумным. Ой, чувствую он будет оооочень безумным. Да. Ну музыка мне нравится, если я смогу ее оставить. Музыка мне очень нравится. Ага, все, автоуровень не работает. Идем на ютуб. На ютубе, кстати говоря, у этого уровня другая музыка. Возможно на ту музыку АП. Или на эту АП будет. Я не знаю. Здесь тоже трек прикольный. Но тот мне больше понравился, который был в игре. Либо в игре, мне кажется, был косяк. Потому что это авто-версия была. Не, здесь тоже трек все-таки клевый. И вот, ну вот, зачем делать такие темные уровни? Там же ничего не понятно. То есть, раз это экстрим-демон, его кто-то прошел. Как? Как ты это сделал? Черт возьми. Кому ты душу продал? Этот уровень выглядит максимально демонически. Вот явно кому-то нужно душу продать, чтобы его пройти. Благо он короткий. Полторы минуты всего идут. Вот да, там везде вопросы. И у меня встает вопрос. Как они это проходят? Столько шипов. Тут просто один пиксель. И нужно начинать заново. Какой ужас. Жесть, а не уровень. Просто, мать его, жесть. Все? Я не верю, все. Да. Это все. Вот у этого уровня есть один большой плюс. Он короткий и невыносимо сложный. Мне страшно представить, сколько у чуваков ушло попыток. Да, это, конечно, не топ-лист демонов. Но все равно вы видели это безумие. Кстати говоря, большое тебе спасибо за комментарии. Надеюсь и видеть больше комментариев под этим роликом с различными интересными уровнями. Также надеюсь и видеть как можно больше лайков. Потому что чем больше лайков, тем чаще выходят ролики по геометрии. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Не забывайте, что с вами сегодня был Fox Neo. И увидимся.